Обсудим тему с председателем коллеги адвокатов Старинской, Корчага и партнёры Евгением Корчага. Евгений Викторович, приветствую вас. Но что скажете, два яблока за 32 рубля и в результате выиграла женщина суд. Вот такая вот жительница Саратова, которая решила не сдаваться. Вообще можно в это поверить? Абсолютно можно в это поверить и нужно в это поверить. Ситуация стандартная, яблоки это такой же товар. В отношении них действует закон о защите прав потребителя, который обязывает однозначно в отношении и продуктов питания, и бытовой химии указывать сроки голодности, указывать информацию о возможных каких-то химических, физических свойствах товара. И в случае отсутствия этой информации товар не имеет права находиться на прилавке. Но почему до этого в суд не обращались и сейчас не будет ли такой целой волны исков? Вы знаете, если будет, я не вижу в этом ничего плохого. Во-первых, это позволит заставить продавцов более ответственно подходить к маркировке товара. Потому что сейчас, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что на этикетках информация не соответствует действительности и покупателей это вводит в заблуждение. Ну, соответственно, мы платим не за то, что покупаем на самом деле. А во-вторых, закон есть закон, его надо соблюдать. Ну что ж, давайте внимательнее читать, что написано на этикетках. И, может быть, кто-то из наших зрителей решит тоже обратиться в суд. Прецедент, то есть с нами был председатель коллегии адвокатов Евгений Корчага. Обсудили правовые аспекты выигранного дела о немаркированных двух яблоках. Продолжение следует...